друзья привет с вами дмитрий донецкий я являюсь главным аналитиком и доверительным управляющим в одном из старейших российских брокеров сейчас у нас конец 2022 года соответственно самое время подводить его итоги год как вы понимаете был очень непростой очень своеобразный был по сути кризис у нас и как раз таки чтобы обсудить итоги года и что нам ждать от следующего года на что опираться стоит ли вообще инвестировать в рынок да на фондовый рынок дальше я позвал дмитрия сухова это портфельный управляющий он на рынке у нас с 1993 года сами понимаете прошел очень много кризисов и обвалы были кстати побольше чем в 2022 году на допустим тоже 98 году и так далее а послушаем дмитрия послушаем его мысли по поводу того как он справился с этим кризисом какие его были ставки и на что он ставит у нас сейчас в 1000 на 2023 год что ж приступаем дмитрий приветствую приветствую митрия давно мы с вами не встречались последние наши интервью мы сами записывали после 27 июня по крайней мере выложена она была в это время то есть полгода назад за эти полгода рынок практически никуда не сдвинулся если мы посмотрим по индексу московской бирже тем не менее внутри этого этого периода внутри этих значит 6 месяцев произошли довольно значимые события рынок болтала многие акции там то падали то взлетали произошло много других событий в том числе и там и по курсу рубля и так далее сегодня хотелось бы поговорить в целом про значит итоги 2022 года и значит что мы с вами ожидаем о 23 года на что нужно обратить внимание там к чему быть готовым и так далее и так далее дмитрий сразу первый вопрос тогда вот как для вас прошел 2022 год в плане инвестиций ну так же как у всех наверное инвесторов да то есть конечно да с какой-то долей разочарования потому что всегда же надеешься да на на лучшее да но когда мы сталкиваемся да с обвалом рынка и что что мы наблюдали до 24 февраля да и я коллекционирую print screen и обвалов рынка у меня есть за 2008 год там за 2014 и двух тысяч двадцать второй а за двадцатый год ну то есть регулярно даже что-то случается вот конечно и двух тысяч двадцать второй побил все рекорды когда в моменте внутри дневной обвал индекс ртс у нас составлял более 50 процентов вот конечно да это событие но представьте человека который шел-шел потом газ ему дубиной по голове кто-то значит там значит агел и но он встанет отрихнется но так уверенно он конечно дальше уже не пойдет да то есть нужно какое-то время на восстановление вот ну и мы столкнулись столкнулись фактически с таким вот событием вот когда нас дубиной по голове дали да то есть мы 4 жилы вот ну конечно да потребуется время на какое-то восстановление до здоровье фондового рынка до морального здоровья до финансово морального здоровья инвесторы до финансово здоровья всего рынка да и отдельных каких-то инфициров патт вот я думаю все время все лечит да в том числе долопай упадет какой-то и вот вот эту ситуацию на фонду рынке пройдет какое-то время Да, то есть все восстановится, и обороты, и уровни рынка, и доходности. А вот что касается еще, опять-таки, начала года. Были ли вы, в принципе, готовы к обвалу рынков и к такому, не побоюсь этого слова, вот это классическое ралли по курсу рубля? Значит, ну, в целом я был готов. Почему готов? Потому что по факту, мы сейчас обсуждали блокировки ценных бумаг, не сочтите каким-то бахвальством, но ни одна позиция, ни моя личная, ни одного моего клиента не оказалась заморожена. Максимум, с чем мы столкнулись, по тем счетам, которые были в открытии, ну, их перевели на какого-то несанкционного брокера, ну, в данном случае, да, это инвест-палата, и это вот эти все вот АДР-ки, да, и иностранные бумаги российских компаний. Вот это создало какое-то неудобство, но не более того, да, то есть эти бумаги в обороте, их можно продать, вывести, а можно и оставить как есть, там, в принципе, нормального инициационного качества, да, эти компании. Вот, раз, второе, то есть я в кризис вошел без маржинальных плечей, без каких-то, да, токсичных позиций, поэтому здесь, конечно, да, пришлось наблюдать, что вот это вот все это ухнуло в акциях. Далее есть классический подход, и я год за годом, кризис за кризисом убеждаюсь, что должно быть, значит, там, должно быть распределение активов по классам, да, соответственно, и акции, облигации, и это опять сработало, да, то, что, как мы можем устранить степень рыночного риска, да, приобретая в портфель без рисковых активов, да, то есть фактически это вот те самые облигации. Долю я обычно держу небольшую, от 20 до 30 процентов, ну, или как, относительно, да, и вот по моему мнению это вот оптимальный вариант. Касаемо бумаг, это исключительно ОФЗ, почему? Потому что я не вижу какого-то сильного эффекта от того, что мы приобретем какие-то высокодоходные облигации, потому что по высокодоходным облигациям регулярно приходится сталкиваться с дефолтами, причем в самом неожиданном месте, и там, попав на один дефолт по какой-то по одной позиции, ты фактически придешь на ту же самую, да, альтернативную доходность, которая была у тебя об этом по тем же самым ФОЗе. Поэтому вот с точки зрения того, что что-то, да, там, какой-то, да, непоправимый ущерб произошел, такого нет, вот, ну, качнуло, то есть, а куда денешься? Как говорят индейцы, да, у них же есть вот пословица, прилив подымает все лодки, да, отлив, соответственно, да, опускает, да, ну, вот, коли мы в эту лодку досели до этого фондового рынка, ну, так же нам приходится, да, прилив, отлив, да, вот эти все граничные события, давать на себе куда денешься. Я вот помню в интервью как раз в декабре, Вере Черемушкину вашего, и там как раз-таки вопрос был, что вы ожидаете 22-го года, и вы там ответили, что, значит, нужно, значит, готовиться к худшему, вот, надеяться на лучшее, и, в принципе, этот принцип, как бы, сработал, как я понимаю. Да, да. А что касается, вот, все-таки, обвала, и, точнее, ралли по курсу рубля, вот, было ли это ожидаемо вами, как бы, и какие ваши, возможно, были действия под валютным активом? Укрепление имеется в виду рубля? И ослабление в начале, соответственно, и укрепление в дальнейшем? Ну, ослабление, конечно, здесь, так, открыв рот, да, приходилось наблюдать за этим курсом. Я, знаете, я, ну, и вы, Дмитрий, знаете, да, и кто там следит, да, за какой-то историей интервью, знает, да, что я не фанат, значит, доллара, да, мы уже неоднократно эту тему обсуждали, и принцип очень простой, да, то есть, если вы живете в рублевой зоне, ваши расходы в рублях, да, если ваши доходы в рублях, то и инвестиции тоже должны быть в рублях. Это, это исключительно риск-манежмент, почему? Потому что как только у нас расходится валюта инвестирования, валюта получения доходов, валюта расходов, мы получаем дополнительный риск, валютный риск, да, причем его сложно прогнозировать, и одни из самых сложных для прогнозирования курсов – это кросс-курсы валюты. Почему? Потому что если в акциях, в облигациях мы смотрим на фундаментальный анализ, на балансы, на прибыли и убытки, да, на какие-то корпоративные события, которые можно легко интерпретировать, ну, относительно легко, да, там какие-то есть, да, то есть методики, то в случае с валютными курсами, они очень сильно зависят от движения капитала. А движение капитала, оно событийное, оно непредсказуемое, какие-то крупные сделки, какие-то, да, вот у нас геополитические события, какие-то регуляторные, значит, решения, причем не нужно думать, что это по России, да, вот мы помним, да, как в ЦБ Швейцарии, да, отпустил, да, фиксированный курс, значит, швейцарский франк к евро, да, и когда швейцарский франк, значит, резко вырос на 20%, да, сколько обанкротилось, да, то есть мировых игроков, которые, значит, здесь были. То есть такие события регулярно случаются, и поэтому, ну, есть просто принципы, да, риск-монежмента защиты, то, что не надо мудрствовать, да, там как-то все это усложнять, то есть, ну, все должно быть, да, вот с точки зрения, да, вот риск-монежмента. Значит, с точки зрения того, как вот, вы говорите, там, взлет, в такие моменты, конечно же, всегда непонятно, да, чем это все закончится, да, там вот я, давайте вспомним, да, тема, конечно, неприятная, да, но что мы обсуждали в феврале, в начале марта, будет ли атомная война или не будет, так же, да, вспомните, да, то есть это всерьез обсуждалось, да, там, и, ну, страшно, конечно, да, то есть вот я помню, да, детство, значит, у нас вся школа была обклеена, да, вот этими плакатами СОИ, да, вот это, значит, «Звездные войны», да, космическое, да, значит, нападение, вот, вот сейчас мы опять, да, вот во времена холодной войны, значит, окунулись, вот, понятно, да, что в таких вот, да, сильных, да, событиях, там, все что угодно может быть, тем более, ну, Россия у нас сторона, да, вот этих, причем активная, да, вот этих всех событий, вот. Что касается укрепления, то здесь исключительно фундаментальный процесс, и статистика опубликована, и она есть, и точные цифры, да, я могу ошибиться, но порядок цифр следующий, то, что порядка 200 миллиардов долларов дополнительные доходы российского бюджета, да, это положительная сальдо, по итогам, ну, вот, фактически, да, трех кварталов, да, трех кварталов, там, плюс, там, пару месяцев 2020 года, это в два раза выше, чем в предыдущий год. То есть, и есть несколько причин для изменения курсов валют, связанных с укреплением, то есть, первое, это, значит, процентный свод, то есть, насколько отличается процентная ставка по одной валюте от другой процентной валюте, и даже сейчас, к концу года, мы имеем по доллару 3,5, по рублю 7,5, да, это в нашу пользу, то есть, если мы говорим теоретическое укрепление, то теоретическое укрепление у нас должно быть как раз вот на разницу вот этих процентных ставок, сколько у нас там, 4% в год, да, у нас получается, вот. Если мы говорим о другой причине, это, опять же, да, положительный либо отрицательный сальдо текущего счета, мы опять имеем здесь положительный сальдо текущего счета, который у нас усилилась, вот, и это опять, значит, к укреплению рубля. Ну, что еще? Ну, так вот, наверное, да, то есть, вот эти вот факты, они все сохраняются, они усилились, и поэтому то, что вот мы говорили весной, да, вот, когда вот там встречались, да, все вместе, да, с Денисом Стукалиным, вот, и сейчас, к концу года мы, в принципе, это вот тоже видим, да, что вот сальдо остается положительным, то есть, фундаментальные предпосылки к укреплению рубля остаются. А если вот говорить опять про 22-й год, это все-таки год возможностей, как бы, как кризисный год, или это год, когда нужно выводить капитал, значит, тратить на себя деньги и, в общем, забывать про инвестиции, в принципе, как считаете? Да нет, не надо забывать, конечно, ну, надо, конечно же, понимать, да, что доходы у всех схлопнулись, у всех категорий населения, да, у всех социальных групп, да, и у тех, кто работает по найму, да, у рабочих служащих, и у, там, мелкого бизнеса, и у крупного бизнеса, вот, и поэтому, то есть, доля средств, которые можно направлять на инвестиции, она, конечно же, снизилась, да, раз, это факт. Вот. Второе, ну, всегда, когда есть негативные ожидания, а что их отравить, да, не сейчас, да, то есть, у нас вот эти все индексы, да, оптимизма, да, они ниже, да, чем в прошлом году, и в таких условиях, конечно же, люди предпочитают, да, создавать какие-то кубышки безопасности, вот, когда вместо того, чтобы куда-то инвестировать, что-то купить, да, мы лучше отложим, да, на какие-то непредвиденные ситуации, да, поэтому вот сейчас я вижу, что это, это рационально, это, это, это нормально, и так и должно оно быть, вот, это, конечно, накладывает отпечаток, что на инвестиции идет меньше капитала. С другой стороны, мы должны задаться вопросом, ну, да, вот мы вложили в инвестиции, а что будет тем самым стимулом к росту, да, к приросту вложений, да, в наших инвестициях. И это достаточно большой вопрос, да, то есть вопрос такой дискуссионный, и если традиционно и было, и остается, да, и вообще это основа, да, инвестиций, ростом капитализации является чистая прибыль, вот, то сейчас мы имеем проблему, да, с чистой прибылью. В условиях мобилизационной экономики мы видим, что со стороны государства вводится увеличение налоговой нагрузки, в первую очередь налога на добычу полезных ископаемых МДПИ, вводится это точечно, да, то есть на Газпром, на Новотек, на Металлургов, вот Алроса у нас последний, да, значит, прецедент, да, когда, значит, индивидуально повысили, значит, МДПИ, и, соответственно, да, вот инвестиционную доходность у нас, ну, закладывать мы должны, да, меньше инвестиционной доходности. Нерезидент у нас не покупает, и есть статистика, да, на самом деле, статистика достаточно показательная, что если в течение предыдущих кварталов, да, вот у меня сейчас вот я открыл график, это покупки ценных бумаг физическими лицами на фондовом рынке, и если до первого квартала 2022 года, да, даже с учетом вот этого, да, кризиса и обвала, то есть, который все равно попал, да, в первый квартал, у нас было положительное нет притока денежных средств на фондовый рынок, и на пике оно составляло порядка 650 миллиардов рублей за квартал, это был четвертый квартал 2021 года, и при положительном нетто, значит, ну, соответственно, да, притока оттока средств на фондовый рынок мы наблюдали, да, вот этот тренд роста, то уже второй, третий квартал, да, по четвертому у нас статистики нет, у нас нетто нулевое, то есть, оно балансирует возле нуля, и фактически это отражает ту самую, да, динамику наших индексов. И для того, чтобы понять, да, когда начнется рост и так далее, мы должны задаться вопросом, да, когда нетто, да, и приток, значит, на фондовый рынок российский станет положительным. Значит, учитывать, конечно, мы должны следующий фактор, что российский рынок акций стал изолированным, да, вот, и российский фондовый, да, то, что нерезидентов не пускают, да, они сами, наверное, сейчас уже не пойдут, да, разрешим, вот, по крайней мере, не так сразу, и наши инвесторы за рубеж, и, во-первых, обрезаны каналы, во-вторых, да, очень высокие риски, да, кто, значит, риски начинает осознавать и чувствовать, да, и сами туда не лезут, и возникает вопрос, откуда придут деньги. И одним из очень хороших и достаточно мощных источников могут стать дивиденды. По статистике порядка 70, по статистике порядка 40% средств, поступающих на инвестиционные счета, идет на реинвестиции. Причем идет на реинвестиции чаще всего именно в те самые бумаги, по которым эти дивиденды поступили. 2022 год обусловлен следующее, что компании, корпорации, эмитенты в подавляющем большинстве приостановили выплату дивидендов. Причем дивиденды не были выплачены за 2021 год, достаточно хорошие, да, с точки зрения корпоративных прибыль. В 2022 году, да, или там, поправьте меня, выражьте там, как там нужно. Мы боимся, да, что все упало, все плохо, но на самом деле, несмотря на то, что компании не публикуют отчетность, у них, ну, не скажу, что хорошо, но нормально. В целом не хуже, чем в прошлом, значит, году. Ну, и, Дмитрий, вы как аналитик, наверное, тоже это, да, с своей стороны знаете. Не понаслышке знаю, да, и встречаюсь с самими компаниями, задаю вопросы, соответственно, и действительно подтверждаю то, что по большинству, наверное, компаний, основных всех наших, дела в 2020 году дошли не хуже на самом деле, но были, конечно, проблемы, не без этого. Вот, и, соответственно, широкая публика об этом не знает, потому что отчетность не публикуется. То есть у нас и регулятор, да, это, я не скажу, что поддерживает, да, значит, в принципе, да, согласен. С 2023 года отчетность будет публиковаться, да, за исключением, по-моему, только финансового сектора, да, то есть ГЦБ разрешил, да, не публиковать отчетность. И мы увидим, да, вот эти все позитивные результаты. Поэтому фактически у нас, да, вот я продолжаю, да, вот эту мысль, да, навес, находится навес дивидендный, который капнет, да, на счета инвесторов, чтобы понимать масштаб. Только по дивидендным отсечкам за декабрь, вот мы сейчас, да, 23 декабря у нас, да, вот в этот текущий месяц, по Лукоилу было у нас в начале недели, да, отсечки, вот все, там, 12%, да, ГЭП мы наблюдали в понедельник. Вот, так вот, Лукоил, там кто у нас, и ежесними, начислено дивидендов только за декабрь 1,2 триллиона рублей. Из этих 1,2 триллиона, ну, где-то половина, или чуть меньше, наверное, половины пойдет на счета мажоритарных акционеров, да, и якорных инвесторов. То есть они где-то там. Если, ну, раньше они на яхты шли, да, значит, супер-яхты, да, сейчас непонятно, да, куда они будут, но они все-таки, да, там останутся, да, где-то. Я думаю, в России в этот раз они останутся, вот, раз. А на счета российских инвесторов где-то упадет, ну, порядка, по моей оценке, порядка 700 миллиардов. Ну, вот 40% от этих 700 миллиардов посчитайте, ну, где-то 200-300 миллиардов у нас придет на инвестиции. Это очень-очень-очень большая сумма, которая, я надеюсь, да, сдвинет котировки вверх. Эти деньги, да, с учетом того, что отсечки у нас были сейчас в декабре, да, в последних числах, есть, да, вот этот период, там, да, 20-дневный, да, на зачисление на счета конечных инвесторов, плюс каникулы, да, вот эти праздничные дни, то есть я вижу, что в середине, во второй половине января эти деньги капнут на счета, и это будет, ну, если они не день ко дню пойдут на покупки, на реинвестиции, то где-то вторая половина января, начало февраля, я думаю, эти деньги будут обеспечивать поддержку российскому рынку акций. А вот вдогонку такой вопрос, тогда, да, вот, может, какие-то еще факторы назовете роста рынка в 23-м году еще? Ну, победа, справедливость, если будет, вот, так что, и, соответственно, да, вот так. Так, какие факторы, на самом деле, я смотрю на фундаментальные, и фундаментальные факторы разнонаправленные. То есть если мы говорим о западном рынке, о фондовом рынке развитых стран, то они находятся, развитые экономики, в цикле повышения процентных ставок. Причем мы увидели, что повышение на прошлой неделе было агрессивным. У нас 4 центральных банка повысили ставки, да, то есть мы видим, что ФРС агрессивно повысила ставку, да, там, с 3 до 3,5, да. То есть тоже на полпроцента ЕЦБ, да, и очень долго была отрицательная ставка, да, по евровалюте, да, сейчас она, значит, 2,5. ЦБ Швейцарии поднял ставку тоже на полпроцента до процента, да. Норвежский ЦБ на 0,25, да, то есть мы видим, что идет цикл повышения ставки. На цикле повышения ставки идет коррекция фондового рынка. За исключением всего ограниченного количества отраслей, которые мы можем пересчитать на пальцах одной руки, даже у нас лишние пальцы останутся. И в целом фондовый рынок глобальный, развитый рынок, он, вероятнее всего, сохранит свой нисходящий тренд, либо, по крайней мере, не будет тренда рост. Плюс очень много здесь, значит, факторов. То есть первое, это снижается, при росте процентной ставки снижаются доходы корпораций, раз. Второе, инвесторы начинают предпочитать банковские депозиты, да, инструменты с фиксированным доходом, прочие относительно акций, да. Акции сами переоцениваются фундаментально, потому что, ну, когда у нас была дивидендная доходность 3%, ставка по депозиту 1%, мы с охотностью покупали эти ценные бумаги. Ну, когда у нас ставка по депозиту уже 3,5%, а дивидендная доходность уже не 3%, а 2,5%, потому что крупный бизнес, он на кредитном плече всегда сидит, да, и обслуживание долго нам дороже обходится, да, рентабельность бизнеса меньше, да, дивиденды меньше. То ничем иным, кроме как повышение доходности, даже банальное, да, простое, да, значит, по дивидендам, кроме как снижением котировки, да, мы не сможем достигнуть, да, и поэтому цикл переоценки в меньшую сторону, значит, тут компании. Ну, и плюс мы видим, что идет схлапывание пузыря в высокотехнологичных компаниях, начиная, да, от Теслы, ну, вообще это, ну, ненормально, да, когда капитализация одной Теслы в 2 раза больше капитализации всего остального мирового автопрома и Фольксвагена, и Форда, и Дженерал Моторс, и Тойоты, и чего там только не возьми вместе взятых, причем у Теслы нет прибыли, а у них есть. Ну, то есть, ну, то есть, это, ну, явно, да, то есть, за рамками, да, какого-то здравого смысла, да, и сейчас рынки постепенно, да, вот, опускаются, да, к нормальному, да, к нормальному состоянию, да, к здравому смыслу. А вот на российском рынке конкретно, вот, по этим понятно, а что еще вот по российскому рынку? Российский рынок, какие идеи или далее? Нет, ну, общий, как бы, фактор, может быть, роста какой-то, то есть, вот та же процентная ставка, не знаю, или что-то еще? Ну, первое, это я сказал, дивиденды, то есть, я вижу, что это первое, что высоковероятно, да, газ. Второе, снижение процентной ставки, да, мы находимся, да, будем надеяться, да, что находимся в цикле снижения процентной ставки. 2022 год, конечно, это у нас был инфляционный всплеск в начале года, ну, и сейчас, да, вроде как все успокоилось, да, то есть, мы на какие-то адекватные, по крайней мере, до уровня инфляции, да, к концу года подходим. Поэтому, если у центрального банка будет возможность снизить процентную ставку на фоне снижения инфляции, то мы увидим переток опять капитала с банковских депозитов, с инструментов, с фиксированной доходностью, ну, соответственно, да, на более рискованные вложения, да, на фондовый рынок. Ну, так, да, то есть, каких-то инвестор должен быть внутренний, соответственно, ну, только внутренние, я думаю, деньги. Понятно. Еще такой вопрос касательно, опять-таки, 22 года. Вот, если что-то, о чем вы жалеете в этом году, возможно, были какие-то упущенные возможности, значит, и вы ими не воспользовались? Ну, знаете, вот, если, что бы было, если бы я начал жизнь сначала, да, там, конечно, да, какие-то ошибки, может быть, я бы и там избежал, но в целом, ну, ничего страшного, да, что-то не произошло. Ну, каких-то таких вот, да, чтобы там изменить, ну, наверное, вот то, что вот я себя, да, то, что я знал, то, что был уверен, да, наверняка, то, что сразу же, да, не были усилены позиции, они, скажем так, они были усилены, да, но и были покупки, да, это вот апрель-май месяц по ОФЗ, когда вот у нас еще была процентная ставка, там, на уровне 20, и мое ожидание было, что цикл снижения процентной ставки со стороны ЦБ, он произойдет где-то там, начиная с середины года, с июня, с июля где-то, да, и уже там. Но мы на сегодняшний день имеем процентную ставку 7,5 против 9,5 год назад, то есть у нас с точки зрения процентной ставки. И очевидная стратегия – это, значит, поймать вот эту переоценку, да, тренд по облигациям, и вот если о чем жалеют, то о том, что побоялся, да, каким-то чуть-чуть больше, может быть, капиталом войти именно вот в ОФЗшки, да, на этапе отпадения. Причем прецеденты и примеры у нас были, это 2014 год, вот посмотрите, да, котировки динамиков ОФЗшек. Вот, ну, только, наверное, вот это, вот, то есть они куплены, ну, вот, куплены, как, с разбивкой, да, значит, весной, весной, летом, осенью, в целом неплохо, но вот если бы, как говорится, все на один кон было поставлено, да, вот, может быть, весной, да, там доходности были выше. Ну, вот так, только вот, наверное, вот этот момент, что касается фондового ГМК. С точки зрения акций, ну, есть, конечно, разочарование, да, то есть когда на падении, да, формировались новые позиции, ГМК, Норильский Никель, да, то есть они, конечно, просели, да, с весны, и одним из аутсайдеров является, да, вот, косень относительно, вот, ну, большинство бумаг, оно, в принципе, либо на уровне, либо восстановилось, да, и так далее, то есть какого-то. Ну, то есть, ну, какие-то такие вот мелкие, может быть, недочеты, да, недоразумения, которые вот оказались в авиационном портфеле, но не более того. Вопрос такой, значит, три каких-то новых открытия 22-го года и три главных вывода, которые этот год нам дал. Ну, на самом деле, да, ну, может быть, тема, да, она не всем приятная, да, и мне в том числе, да, но это открытие в следующем году, да, то, что надо чуть-чуть больше верить, да, и доверять своим регуляторам, своим брокерам, да, своей экономике, своему правительству. Как бы это ни звучало сейчас, может быть, да, парадоксально, и шло в диссонанс, вот, с тем, да, что вот мы иногда можем где-то прочитать в интернете. Почему? Потому что мы увидели, и на самом деле я с этим сталкиваюсь, да, регулярно, да, в сферу своей деятельности. Мы увидели, что интересы российских инвесторов на Западе ставятся в самую последнюю очередь, да, если не наоборот, за счет них пытаются, да, кто-то заработать, да, и там как-то из них там деньги, да, то есть, значит, русских, и я говорю даже не о олигархах, да, вот это отдельные папири, а вот, что их интересы, да, их деньги, они не в приоритете, да, и при удобном случае их отберут. И прецеденты такие мелкие, менее масштабные, они были всегда, то есть, ну, опять же, да, я наблюдал истории, когда, допустим, это было еще лет 7-8 назад, до всех вот этих событий, да, и крымских, и так далее, когда, ну, просто вот вы сами, да, вот оцените ситуацию, значит, из лондонского сити брокер по счету, счет был порядка 40 миллионов долларов, вдруг английский брокер говорит, вот мы все операции по вашему счету блокируем, нам пришел, да, значит, это предписание регулятора, что у вас здесь, значит, все не чисто с капиталом. Может быть, там и не чисто было, да, потому что это был капитал армянских строителей, вот, крупных девелоперов, всегда награде, да, значит, да, где-то, значит, между добром и злоб, да, то есть, у них бизнес, вот, но те ребята тоже не пробовали, да, то есть, они говорят, ну, вы предоставьте нам документ, да, этого техника, если что-то не так, мы предоставим документы, отчитаемся. Никаких документов не предоставлено, деньги, вот, заблокированы, и где-то так, вот, это проверка на прочность, да, значит, дай-ка мы их там, значит, прижмем, вот, ну, подключаются юристы, подключается юридическая машина, да, и когда видит брокер, что просто так, да, им отжать, значит, эти деньги не удастся, да, он там бросает их в лицо, типа, забирайте, да, вы все можете продать, да, забрать свои деньги, мы с вами больше не будем работать. Никаких документально подтвержденных, да, вот этих нет. Это вот, это типичная, на самом деле, история, да, такие же истории в Швейцарии, да, там, кто-то там сдуру туда деньги запулил, вот, там, надежно, все здорово, а потом говорят, ну, вот, отчитайся, значит, что они у тебя законным путем, тебе говорят, вот, у меня справка из налогоинспекции, вот, я чьи, значит, справка из МВД, вот, у меня никаких претензий нет. Говорят, нам ваши русские справки, да, из русской налоговой, да, и русского МВД не интересует, вот, вот, как, отчитайся, как, как хочешь, да, деньги мы тебе не дадим. То есть, это вот типичная история, да, которая была в отношении крупного капитала. Никто об этих историях широко не рассказывает, потому что, ну, признаться, рассказать, да, то есть, ну, обычно об успехах, вот, я там, заработал, вот, я там, яхту купил, да, когда у тебя что-то там отжали, да, как правило, это не публичная история. Вот, но такие истории, они год за годом происходили регулярно, да, сейчас мы увидели эту вот историю, да, в отношении массового инвестора, и вот это вот такое вот негативное открытие, да, подтверждение, да, вот, которое было. Ну, три попросили, ну, не знаю, какой еще третий, третий, ну, вот это вот, наверное, основное. Ну, вот, не знаю, ответил я, Дмитрий, на вашу вопрос. Ну, в целом, да, да, и у меня такой последний вопрос, он довольно широкий, какая вот у вас стратегия на 2023 год, на какие секторы, значит, возможно, отдельные акции стоит обратить внимание? Ну, на компанию сегмента Value, в первую очередь, если мы говорим о российском рынке, это, я не буду, да, здесь уникален, да, это металлургия, производительные удобрения, причем металлургия, цветная и черная, производительные удобрения, вот, ну, так, так вот я буду делать акцент, вот. А по классу активов, вот, что сейчас скажете, как лучше, возможно, там, больше безрисково держать? А Черомушкин вообще, вот, там, распределил, там, не знаю, большую часть в фонды недвижимости вообще российские, вот, вы все-таки будете в акции больше смотреть или, там, как-то по-другому? Ну, когда мы говорим о фондах недвижимости, то в целом на всплеске инфляции это здравая стратегия, и история говорит, что риты, вот этот класс, да, инструментов, да, фондов недвижимости на западных рынках, на всплеске инфляции, он чувствует себя лучше рынка, вот, но в случае с Россией я не, ну, пока к нему присматриваюсь, причем, потому что я вижу, что сама индустрия, те самые инвестиционные продукты в секторе недвижимости, да, калинькинных инвестиций в секторе недвижимости и законодательная база, которая это все регулирует, а также провайдеры этих финансовых продуктов, на мой взгляд, еще не соответствуют каким-то, да, уровню, да, инвестиционного качества, который бы мне хотелось, да, поэтому тут я пока воздержусь, да, понаблюдаю, дай Бог, чтобы у них все получилось, вот, я вижу, что там очень большие риски. Ну, там рынок молодой, на самом деле, и, как бы, сами формы инвестирования тоже, да, то есть там, как бы, пока что формируются, можно так сказать, поэтому, ну, я понимаю, значит, ваши риски, но, опять-таки, что касается вас, в основном это будут акции на 23-й год, там, или вообще в кэше нужно сидеть сейчас большей частью? Нет, не в кэше, зачем в кэше? То есть у нас деньги имеют стоимость во времени, поэтому кэш, он может быть в моменте, там, до, там, двух-трех месяцев, когда мы ждем какой-то, да, локальной коррекции, вот, либо изменение сентиментов, да, в целом, да, то есть рыночных, в позитивную сторону, да, ли, вот, они накаляются, да, вот, что вот-вот, прорывные позитивные какие-то появятся, вот, а в целом деньги должны работать, я, ничего у меня радикально изменено не будет, то есть я также буду сохранять на уровне 25, плюс-минус 5 процентов, да, долю инструментов, с фиксированным доходом, то есть дальше будут акции, акции также будут распределены, вот, вот, ничего, да, принципиально с точки зрения стратегии не изменится. Кстати, да, по поводу, вот еще, да, у меня есть несколько, да, вот, может быть, советов, да, предновогодних для инвесторов, да, предостережений, вот, всегда приходится наблюдать, когда основная масса инвесторов, да, неквалифицированных, она идет, вот, делают с точностью, да, наоборот, да, вот, не в обиду ни к кому будет сказано, то есть это просто статистика, то есть покупает, запрыгивая в последний вагон уходящего поезда, да, и потом этот поезд разворачивается, да, точно так же, как мы наблюдали, что пик притока частных инвесторов на московскую биржу, так, значит, с чем совпал, да, с обвалом, да, значит, пик интереса к иностранным цельным бумагам, с чем совпал, да, с блокировкой цельных бумаг. Пик, значит, интереса, я помню, то есть у меня были постоянные дискуссии, вот, вот, ETF-ы управляющие не нужны, специалисты не нужны, вот, я купил ETF, там никаких комиссий, я говорю, ну, там рисков, вы просто разберитесь, как работает ETF, какая, какой у него внутренний механизм, на что он построен, как там идет обмен, да, вы разберитесь, и когда увидите эти все риски, вам не захочется этот ETF, да, вот это вот, а то же самое, да, вот, кстати, да, это к вопросу предыдущему, да, что, значит, там было, да, в году, вот это вот как раз подтверждение вот этой отношения к ETF, да, то, что это, казалось бы, простой и прозрачный инструмент оказался одним из самых токсичных, да, вот мы это вот наблюдаем, вот. И сейчас я вижу, да, что вот это, да, это уже отработанные, да, вот эти истории, да, когда на самый неподходящий момент, да, на пике, да, вот инвесторы залезли и в ETF, и в иностранные бумаги, да, и в целом на фондовый рынок, а сейчас я вижу, что инвесторы залазят также массово в золото, вот, и в юань, и в долговые бумаги в юанях. Вот, я вижу, что в Китае сейчас, Китай – это самая проблемная экономика с точки зрения пузыря на рынке недвижимости. Если мы исторически посмотрим, то все кризисы, ну, или, скажем, большая часть кризисов, они начинались, да, с ипотечных, да, с кризиса рынка недвижимости. И поэтому, ну, я бы рекомендовал проявить осторожность и осмотрительность для тех, кто хранит свой капитал в юанях, вот, и покупает долговые бумаги, номинированные в юанях. То есть, высокий риск, вот, того, что доходности по яванию резко вырастут, вот, а сам азиатский рынок, так же, как это было в 98-м году, будет эпицентром финансового кризиса. По крайней мере, для этого есть посылки. Случится это или нет, время покажет, вот, ну, риски, риски я пока не мигрижу. Так вы пессимистично заканчиваете. Дмитрий, а... Не влазит, да, то есть, да, то есть, это... Вот, почему-то... Понятно. А в целом... Да, ведь весь мега у нас еще, да. Да, а вот, если говорить все-таки для России, для российского фондового рынка, 23-й год, какой он будет, как думать? Я думаю, что будет лучше, чем предыдущий. Лучше, чем предыдущий. Ну, опять же, да, я объяснил уже то, что у нас будет возврат к раскрытию отчетности, то есть, мы увидим, что все не так плохо, как мы ожидали, мы увидим возврат к выплате дивидендов, вот, надеюсь, мы увидим снижение процентной ставки, вот, это все позитивные факторы, поэтому я смотрю, позитивно, да, с точки зрения инвестора на 2023 год. Ну, и вообще, в целом, знаете, есть же буддистская мудрость, будущее такое, каким мы его ожидаем. Если ожидаете у вас позитивно для себя, значит, у вас все будет хорошо. Поэтому я рекомендую, да, смотреть на 2023 год с оптимизмом, позитивно, и будет все, все хорошо. Да, звучит как тост, я бы так сказал. Дмитрий, спасибо, спасибо за интересное интервью, много тем раскрыли. Думаю, наши зрители и слушатели почерпали для себя тоже много интересного, возможно, какие-то свои инвестиционные решения также подкорректируют. Все, всем пока, подписывайтесь на канал. Всех, да, с Новым годом, успехов в инвестициях, здоровья, ну и мига над головой.